всем привет привет у нас сегодня с вами среда ой понедельник господи глянь я уже в среде живу мысли об одном говорю другое понедельник у нас с вами по традиции прямой эфир прямой эфир по дизайном у нас конечно меня зовут ефремова юлия я из воронежа являюсь творческим партнером инструктором онлайн оффлайн всем привет привет девчонки у нас сегодня конечно эфир по дизайном с вами естественно так ну что давайте на время не будем терять переключаю я камеру да привет привет всех рада приветствовать так ну погнали мы пристроимся 2 секундочки рассказывайте какие у вас дела как прошли выходные так готовлю типсия так но сейчас покажу во первых что я подготовила до попробовала в разные варианты у нас тема сегодня нежный такой цветочный принт до постаралась попробовать разные варианты то есть и со слайдером опять да и со стемпингом по-разному да и просто там цвет и с переходе к в разном исполнении пока я сейчас буду готовить типсы а вы посмотрите и напишите мне что будем с вами делать какой дизайн вот может быть вам хотелось бы нравиться я бы вот тут вот конечно бы например когда блестки положила не понравилось мне я бы все-таки ушла вот тут от блесток вот вот здесь мне нравится вариант вот так что давайте с вами какой будем делать первый вариант сейчас я типсинки немножко так ну скажите мне как видно девчонки хорошо ли видно и слышно меня иногда прям берешь типсы хорошие попадающие иногда конечно приходится все равно подпилить вот эти кончики спасибо спасибо девочки такс ну что же еще начала делать вот такую подложку сделала но сюда все-таки нужно что-то однотонное отпечатать я попробовала золото серебро как вот на этой типсинки но это конечно был переборчик то есть сюда нужно что-то спокойно вообще вот это мне нравится такие нежные тонкие линии посмотрите и причем это лаками я сделала можно конечно сделать фольгой отпечатать да но я сделала лаками очень-очень красиво вот лаки для стемпинга серебро и золото естественно все можно приобрести на сайте и мешок ну что давайте наверно вот этот вот попробуем он просто чуть такой по заморочений вариант а это посложнее вот так то в принципе все несложные варианты или хочется что-то другое давайте пишите что будем смотреть с вами опять же здесь то же самое цвет может быть любой вот этого перехода делать можно вот как здесь от кутикулы можно как здесь с кончика наоборот да можно взять вот такой вот голубой цвет на там бирюзовый голубой то есть без разницы оранжевый кому что нравится кому что хочется благодарю вас за сердечки давайте может быть вот с голубеньким попробуем да хотя она с розовым красиво ну давайте сделаем с голубеньким или нет мы сделаем знаете что с вами с розовым но сделаем снизу переход этот я брала цвет да наверное этот вот мне нравится в переход вот этот вот цвет из капсулы розовой можно конечно нанести там базу например да чтобы легче растушевывалась и здесь акцент такой сильный на градиент мы с вами не делаем потому что там не видно будет даже если какие-то недочеты да у нас с вами этого будет не видно потому что там будет как бы закрываться да можно варианта здесь вариантов тоже может быть несколько то есть смотря у кого что есть можно перекрывать молочным цветом да он нивелирует нам все вот у меня здесь перекрыто то есть вы видите один цветочек идет под цветом там или потопом да и здесь орнамент один отпечатан то есть как тень и потом сверху уже идут наклеечки то есть можно использовать вот такой цвет а можно использовать как уже наверно многие знают да молочный топ здесь варианты могут быть разные вот здесь вообще сделано база то есть да поплотнее совсем получается и здесь уже нужно исходить во первых что у вас есть чем вам удобнее работать да какой именно хотите результат получить вот видите он принципе растушевывается достаточно хорошо тоже цвета конечно зависит иногда бывает вот цвета сильно там если знаете выбеленный будет сложновато вот растягивать но в основном нам же я говорю здесь не принт так они принципиально какой-то прям тут супер переход потому что это все будет закрыта дизайна поэтому мы сильно тут прям с вами в подробности не вдаемся на тема не градиента здесь а тема уже немножко уходим там в цветочную на вот если там смотрим где-то хочется добавить ну значит можно добавить чуть-чуть еще раз пройтись все так вот легко кисточкой я просто как бы его немножечко протягиваю то есть особо здесь ничего прям такого делать не надо немножко разровняли и все и нам цвет или топ это все снивелирует сушим 30 секунд по стандарту там лампе благодарю девочки благодарю за сердечки что-то вы сегодня скромно ничем не не пишите вопросы не задаете и вот смотрите вариантом можно делать лаком он немножко ярче если вот такой вот фонда а можно делать им пастой если уже кто знает да смотрели эфиры со стемпингом и паста как раз таки даст нам вот этот вот вариант такой полупрозрачности потому что им паста она четко не ложится она именно дает вот этот такой полупрозрачный эффект допустим мы там выбрали с вами какой-то дизайн да можно вот будет например там взять какие-то цветочки другие добрый день и сделать вот опять же тут может быть сверху до любые вот у меня есть слайдеры цветочные и какие-то точечные цветочки можно выбирать любые да вот отсюда там те же там розовые да и тогда нам фон например добавить какие-то веточки можно туда да и вот это можно сделать им пастой она будет менее читаться то есть она ложится более полупрозрачно лак ложится более четко здравствуйте здравствуйте девочки а им паста будет ложится более прозрачно мы сейчас с вами возьмем вот эту вот веточку попробуем старый штампик под им пасту и в чем еще преимущество им пасты да что мы можем с вами не спешить им паста же у нас не высыхает с вами да поэтому можно как бы спокойно и разница еще в том что если лак мы перекатываем то им пасту видите она совсем так вот полупрозрачно переносится не очень четко но нам и нужно чтобы это было не совсем ярко и также на ноготок переносим то свете она ложится таким полупрозрачным вариантом не совсем четким а вот если я сейчас даже вам возьму как пример вниз отпечатаю лак вы поймете разницу что ложится намного четче вот кстати как вариант сейчас можно перенести попробовать вот здесь кстати у меня лаком сделано вот на это типсе видите он гораздо четче читается а им паста в этом и смысл что ее можно и надо подсушить естественно то есть вот в чем смысл им посты да что она дает такое именно как подложку полупрозрачный вот этот вот фон который очень красиво спасибо девочки и теперь наоборот можно например взять вот эту вот нижнюю веточку тоже да и перенести с другой стороны давай вам там не видно что я делаю да господи простите я что из кадра ушла вот я нанесла то свете я даже наношу не на всю специально чтобы мне на одну сторону сделать вот но гораздо она бледнее переносится нежели лак мы бы взяли с вами и вот допустим видите я здесь сделала вверху и сейчас можно вот с этой стороны пустить веточку а сверху у нас там будут какие-то уже например цветочки прикольно тоже смотрится такая тема да то есть как фон мы задали с вами ну здесь даже побледнее здесь чуть ярче получилось но ничего страшного нормально здесь как раз у нас розовенькая подсушим и со штампика тоже ее лучше подсушить тогда она убирается всем привет привет кто присоединяется девчонки вот такую красоту мы сегодня с вами делаем ну понятно что не все типы можно разобрать но постараемся что-то успеть все это сеть у нас даже два варианта получилось но с лаком вот смотрите даже здесь вот перекрыто но все равно видно что лак гораздо четче отпечатывается у него более четкие линии получаются и вот смотрите сейчас я например могу здесь работать и цветом и топом тут без разницы опять же какой хотите эффект достичь можно в два слоя например цвета перекрыть да он ложится в 249 я беру можно и топом можно вообще базой до хочется посильнее это все спрятать можно работать базой будет еще более плавно вот видите даже если просто мы бы с вами оставили градиент насколько вот эти молочные все варианты это все скрадывают мне очень нравится то есть иногда даже клиенту просто оставляешь вот так вот это же смотрится очень красиво то есть мы это с вами закрываем простые варианты ну да вот если хочется игру можно пройтись там второй вариант и второй раз пройтись если хочется спрятать посильнее этот вариант так теперь нам надо что-то с вами выбрать что мы будем с вами клеить можно вот такие же розочки да можно другие варианты цветочков выбрать то здесь не принципиально сейчас мы посмотрим с вами ну давайте наверно что-то в комплект выберем такие же все таки да вот смотрите он просох то есть видите вроде бы как бы да такой вот получился мутный немножко да можно пройтись вторым слоем тоненько нет хочется посильнее прикрыть вот опять же я вам говорю то есть второй слой базы да и если работать например с базы с молочной да тоже вариант прикольно он сразу даст вот этот вот фон ну тут опять же я говорю отталкиваться от того какой результат мы хотим на получить мы хотим сильно закрыть или не сильно закрыть хотим так давайте возьмем такую розочку давайте девчонки задавайте вопросы если вдруг есть я стараюсь отвечать на ваши вопросики так это мы убираем вот такую я вырезала можно еще какую-нибудь наверно веточку взять все можно использовать у меня вот допустим не салфетка да у меня под рукой такой всегда контейнер от типс и я могу вот сюда положить там ватный диск он мокренький и смотрите еще какой вариант вот здесь у меня допустим то есть мы должны тоже понимать да ведь у меня здесь еще использованные шермиконы и мы тоже допустим уже заранее с вами можем сейчас их наклеить чтобы нам потом не утолщать например да я беру салфеточку обезжириваю то здесь у меня нет ой извиняюсь здесь у меня не присутствует никакой втирки никакого шиммера то есть я могу сейчас спокойно обезжирить поверхность чтобы не как говорится не увеличивать лишние слои до выбрать какой-то шермикон надписи и уже потом мы будем клеить с вами слайдер так изящество но можно не по надписям какой-то 249 значит сейчас мы отсюда что-нибудь выберем наверное тут конечно очень красивый вот эти такие нежные надписи вообще очень мне нравится вот всегда хочется то есть золотишко какое-нибудь например добавить хочется на можно вот куда-нибудь или наоборот сюда вот что-то приклеить еще можно вот и беленьким разбавить то есть общение принципиально вот красивая надпись до золотая можно ее взять можно даже вот и чуть поярче например взять до надпись давайте вот это побольше возьмем и уже потом я перекрою слайдером и мне спасибо я уже рассказывал вот этот маникюр я даже не ожидала у меня какой-то фурор у клиентов произвел я как только их сделала у меня четверо наверное ушли то есть трое прям в этот день потом пошли на следующий день опять же девчонки и сейчас у меня ушла клиентка с таким маникюром сейчас я смотрю что еще подобрать сюда хочется давайте отсюда же все таки тоже выберем вот такую наверное надпись вот и еще даже на следующий раз уже клиентка я уже когда в конце перчатки сняла ах мы уже не сделали она я тоже такой хочу следующий раз сделаем такой я как бы даже не ожидал что я вообще вот там сделала так вот и что в голову пришло вот это со стемпингом они вот как-то очень на него так среагировали прям все ведь я сразу уже раз то есть я приблизительно понимаю где у меня будут располагаться цветы да и ну опять же все это по-разному все это индивидуально и теперь уже я беру слайдер то я думаю тоже все знают все работают с ним и уже наношу опять же можно носить не по всему ноготку но так как я уже шермиконы наклеила я наоборот нанесу на всю поверхность тоненько нам здесь толсто не надо ничего наваливать наливать тоненько распределяю и я уже тем самым запечатаю наши шермикон чеки чтобы у них ничего не сколола все носилось и сушим мы в лампе буквально 15 секунд для того чтобы нам слайдер топ не пересушить и иначе мы потом не сдвинем наши с вами наклеечки вот можно использовать стемпинг опять же да то есть мы переносим наш цветочек на стемпинг потому что вот эти вот с белой которой под ложечкой проблематично вы можете его снять и он сейчас я посмотрю куда пристроить наверное все таки вот этот мы сюда повыше возьмем смотрите здесь можно использовать больше цветочков то есть допустим да где-то там пару наклеить тут еще можно добавить отпечатать опять же я говорю где-то вот такую же веточку добавить которую мы делали черное ее отпечатать здесь по верху и например фольгой да то есть взять multiple гель и фольгой отпечатать то есть у нас там получается как фонда и сюда выходят вот эти цветочки у нас уже на первый план и вот теперь когда мы перенесли если где-то нужно расправили и дослушиваем мы во-первых закрепляем сам слайдер там да на ноготке им то что ж такое и досушиваем этот слайдер топ естественно как обычно потом берем ультрабонт и проходимся по слайдеру и каждый раз я все равно буду напоминать что для клиентов и для дизайнов у вас ультрабонт разные бутыль очки должны использоваться потому что потому нужно он будет очень липкий и на клиентах будут отслойки нельзя использовать один бутыльок и для дизайнов потому что здесь когда мы обрабатываем попадает и клей со слайдеров и все естественно сейчас так как у меня матовый топ я беру слайдер опять тоненько прохожусь запечатываю наши и потом матовым топом пройдусь можно и в глянце оставить девчонки смотрите в глянце тоже смотрится хорошо уберем то есть глянцевый тоже имеет место быть но я уже сделаю в комплект все-таки матовый благодарю вас за сердечки все и берем вельвет топ наш и покрываем матовым топом вот вот матовым покрывать тонко нельзя то есть я распределила и прям вот кисточкой на весу прохожусь потому что если вы будете продирать матовый топ он ляжет у вас не ровно не ровно девчонки ну что может вот такой попробуем то здесь смысл понятен да они очень похожи вот эти варианты здесь я тоже сделала переход но я бы вот все-таки ушла наверное от блесток здесь как-то их не очень стало видно это же один цветочек у меня пошел потом а второе сверху наклеен здесь просто тоже кисточкой вообще из флакона градиент и просто наклеены шермиконы и слайдеры здесь собственно тоже а здесь уже стемпинг то здесь можно делать просто однотонный до можно отпечатать фольгу мне конечно вот multiple чем нравится да что фольга вот даже на эти тонкие линии ложится фольга и конечно разница есть когда отпечатываешь лаком и когда отпечатываешь фольгу разница есть и ну я как бы ее вижу то есть где фольга где идет этот вот смотрите можно например пройтись цветочки выделить там например праймом да или джемте кому-то хочется если повыше то есть как варианта добавить немножко блеска вот но я например вот люблю почему да вот эти вот все надписи мне нравится как вот золото смотрится под матовым топом то есть оно блестит но у него такой вот этот сатиновый какой-то эффект мне очень нравится а можно еще кстати знаете что сделать есть у нас вот такой очень красивый топ можно кстати взять и по цветочкам вот так кстати пройтись тоже будет красиво можно не везде допустим там какие-то выбрать отдельные лепесточки не знаю камера каш передает нет он с таким шиммером красивым то есть не просто взяли глянцевая вот этот крест топ вообще шикардосный просто я его обожаю он во первых девчонки ложится на все цвета если может быть кто там был на прошлых эфирах я не знаю я в каком-то эфире работала тоже показывала то есть и на яркие цвета и на темные и на светлый он одинаково кайфово все ложится просто обалденный вот то есть можно вот такой вариант сделать давите как красивенько сразу называется он мелоди очень красивый обожаю эту песню на фоне меня там что ли играет да так сейчас немножечко тут миру и так кисти вытираем все вытираем вот чуть я показывал тоже попробовала вот типа такого можно просто потом на нее попробовать беленьким отпечатать да но сюда вот или делать тогда фольгу и матовым то есть я на вот этот переход но здесь у меня яркий желтый зеленого коллекции до с розовым а здесь именно коралл взяла вот но вики я попробовала стемпинг сюда это тоже золото с серебром но прям совсем получилось страшничок то есть сюда нужно что-то однотонное возможно беленькая можно опять же то есть очень много шермиконов да можно взять например вот беленькие цветочки беленькие надписи под такой то есть сам фон у нас яркий да вот тут вот есть то есть тут и золото и белые будет очень красиво то есть если их наклейки перекрыть матовым тоже такой вариант он во-первых успокоит вот эту втирку да и просто будет беленький то есть вот тут какие-то варианты есть у нас белые да вот это прям похоже на цветочку с цветок и надпись какая-то вот будет уже более так это по культур не скажем так ну давайте тогда такой стен так это тип синкона с вами просохла такая вот нижняя тенка получилось вот два варианте когда нет все таки я на этот розовый другой брала это был наверно вот этот вот похолоднее ну ничего это я опять же можно полностью оставить глянцы но я вот почему-то вот не знаю я вот эти все дизайн и люблю в матовом вот даже вот эти два варианта да вот здесь вот глянец вот мат и вот в матовом мне все равно нравится больше но все индивидуально девчонки абсолютно так теперь смотрим значит здесь что я брала вот эти два цвета я брала вот эти два цвета брала девчонки что у меня здесь вообще ничего сложного по гелю ну у меня там правда эфир стоит другой но я не знаю чем уж провести тогда на эту тему эфир напишите там в комментариях я скажу что вы очень просили и мы проведем эфир на эту тему могу прям даже на себе там по показывать тут у меня что сейчас я вам скажу что значит смотрите вот здесь вот эти мазки сделаны гель-лаком у меня сиреневый это 474 из летней то есть ничего вас готовый ноготочек готовы на готовку вас там попилили вы все подготовили обезжирили ставим маски то есть где-то сиреневые розовый был у меня намешанный я брала вот такой старый классический вот этот розовый 44 нежный и чуть-чуть каплю добавляла вот этого и он получился видите не совсем потому что вот например в этот дизайн но видите этот розовый он очень яркие я не хотела себе такой и якобы намешал два но может у вас есть готовый такой розы то есть тут не принципиально вообще не принципиально вот все поставила произвольно вообще как захотелось и просто сверху стемпинг просушила гель-лак и сверху стемпинг но есть еще другой вариант есть вариант с лаками с лаками вариант видите сделать как реверсивный стемпинг то есть так поехали пишите нужно будет значит проведем прям ну я могу здесь конечно показать вам принципе там ничего сложного вообще абсолютно а что использую что использую в качестве деле девчонки сейчас покажу вам смотрите это вот самый такой момент есть и шпинг я его просто обожаю не знаю пишите пробовали нет вот такой цвет он и не молочный и не розовые во-первых самое большое его преимущество он не печет в лампе я не знаю я себе просто подсела на него и есть вот такой гель все можно купить на и мешок также на вал пересе на зоне нужно смотреть очень классно какой вы имеете ввиду эш или вот этот близ вот это тоже мне клиенты просто обожают но что сделала я рассказываю баночка от близ а видите он светлее видите я смешиваю короче эш и близ и получается вот такой эффект видите то есть блестки есть а под стемпинг вообще обожаю вот этот вариант блестки есть но они не такие сильные то есть если взять чистый на лето любят у меня очень но тогда например просто какой-то спокойный белый стемпинг без всяких там мазков и когда покрываешь топом очень классно смотрится но вот под такие варианты я вот люблю вот его смешивать видите какой получается вариант то есть он не сильно блестит но и в то же время вот этот цвет от эш и присутствует я вообще короче обожаю вот этот вариант просто кайфовый кайфовый смотрится можем здесь сейчас попробовать просто сюда вы можете отпечатывать любой вариант а у меня буквы например а тот же мы сейчас можем сделать с вами цветочный принт и будет в общем то то же самое так уберу берем значит два цвета как я уже сказал 483 485 у меня видите сделано допустим в серединке желтенький можно опять же сделать наоборот по краям желтенький в серединке будет розовый можно вообще сделать просто там какими-то пятнышками да то есть варианты здесь могут быть разные и разные можно то вот так вот поставить в эту сторону да и опять же девчонки я просто повторюсь да что вытираем если мы вот так работаем там кистью из флакона где-то да то лучше кисть обязательно в салфеточку протирать обязательно потому что цвет другой попадает и просто здесь тоже не вообще не привязываемся ни какому градиенту потому что все это будет прикрыто то есть вообще вот так вот быстро быстро просто там чего-то по его зили так там не видно она даже так уже так красиво блин потому что мало того что это да будет прикрыты стемпингом во вторых почему еще видите он не такой яркий ну понятно что здесь цвет или топ молочный поэтому она немножко скрадывает вот эту яркость потому что не все например любят до яркие оттенки и для того чтобы немножко снивелировать эту яркость как раз таки эти молочные цвета или топ или вот молочный цвет 249 они очень хорошо здесь подходят нам для этого да да девчонки вот во первых когда одна коллекция цвета они подходят по консистенции к друг другу поэтому когда одна коллекция смело можно брать ты уже знаешь что они будут смешиваться почему вот важно когда я там про градиент рассказываю чу то есть стараться брать одну коллекцию ну или как минимум то есть на чем вы работаете до материала вы их уже практически знаете то есть знаете что этот цвет там более выбелен и а этот цвет например наоборот более прозрачный да и никогда выбелен и с прозрачным не смешаются идеально короче здесь не принципиально все сушим 30 секунд там по стандарту в лампе мы с вами сушим ну что попробуем покажем ну ладно сейчас мы будем может распыляться то есть все покрываем здесь например опять же 249 я беру подниму на что ли не как-то неудобно 249 цвет я вообще обожаю градиент и вот эти вот варианты тоже такие быстрые да где-то вот с кончика где-то наоборот от кутикулы все ведь он нам нивелирует и плюс еще и стемпинг так что у нас тема цветочная ну конечно вот эти вот красивые мне нравится что вот они это не сильно читается но можно взять вот что-нибудь другое что-нибудь другое для разнообразия до таким постам не надо стереть здесь я ничего не буду не ты классом ничего мне в принципе нравится как и так ложится на стемпинг и здесь я брала что-то нас вырубила девочки вы здесь напишите кто-нибудь первый раз такое у меня всегда было все нормально девчонки вы тут еще смотрите здесь я использовала вот этот вот трафарет можем взять час другой но мне именно вот нравится что он нежный да мне листики конечно вот эти нравятся можно вот взять другие цветочки например попроб можно и поплотнее например что-то брать они вот эти вот будут красиво то здесь уже естественно на любой вкус есть вот еще другая палитра но здесь уже видите тем более это листики листики веточки листики так серебро и золото готовимся они очень быстро высыхают вот они понятно что лаки для стемпинга все вы сейчас я лампу чуть уберу вот она сильно боли кует девчонки напишите кто-нибудь вы здесь нет почему-то прервалась трансляция зашла заново прекрасно так берем золото и серебро опять же можно взять например только серебро или только золото давайте вот кстати можно попробовать но я говорю я люблю видите сочетание так как у нас здесь идет градиент да и здесь на стемпинге видите я взяла тоже как бы переход она здесь по желанию не принципиально это все готовим с вами все потому что с лаками быстро надо работать очень так он не видно открываю и один и другой как бы пузыречек да а может фольгой ну можно конечно давайте для сравнения давайте фольгой сделаем тогда мне нужно покрыть матовым матовым потому что можно конечно обезжирить да и ну покроем матовым очень хорошо по нему multiple работает и фольга не отпечатывается здесь вот например да так сильно не важно главное просушить матовый ток хорошо думаем мультипол гель давайте точно вот видите как хорошо общаться чуть-чуть это все заставил уже так фольга фольга мне тоже я готовила и здесь девочка смотрите вот с фольгой да если у нас со стемпингом мы не можем даже чтобы сравнить ага я поняла можно брать одну можно опять же брать 2 можно вообще взять там розовую я не знаю любой цвет вообще любой можно фольги можно любой цвет брать вот смотрите например есть такая вода холодный розовый то есть можно отпечатать розовый можно любую там и сиреневая и всякая какая хочешь ну сдавайте так ну что давайте тогда возьмем что и вариант этот же до чтобы сравнить как смотрится фольга у нас с вами мультипл гель берем ни в коем случае не бросаем открытым да мы помним что все может сполимеризоваться засохнуть берем такой же вариант девчонки наносим с вами сейчас я сразу приготовлю фольгушечку пока у нас типсинка еще засыхает вот матовый топ здесь важно хорошо просушить девчонки прям вот две три минутки ну я в принципе вот пробовала то есть даже две нормально достаточно так тут все то же самое убираем стараемся вот за один раз убрать и аккуратно переносим смотрите ну видно то есть видите переносится хорошо все как бы нормально вот видите в матовом мало того что молочный так плюс еще и то есть это уже сам как дизайн готовый да и аккуратненько так вам видно переносим на нашу кипсинку аккуратными такими движениями тут может быть не ну в общем то все отпечаталась все и теперь в лампу сушим на 15 естественно со штампа вот им пост вот этот мультипл допустим об скотч не тяжело чистить нужно просушить тоже в лампе я буквально туда вот подсовываю на три секунды он подсыхает и тогда скотч убирается очень хорошо смотрите раз ведь и все у меня сюда снялось со штампа штамп чистый а если вы будет также вот им поставить и а если будете счищать непросушенный он просто будет жирноту вот это вот оставляйте все и вы ничего не очистите нам нужно с вами как бы быстро работать на все просохло 15 секунд за глаза за глаза берем например можем с вами по серединке взять серебро да конечно там где-то могут быть не плотности но в общем то ну на этот дизайн это нормально вот если когда фольгу печатаешь ты пальчик то фиксируешь а здесь типс и начинает гулять все добавляем где у нас не отпечаталась дорабатываем все вот давайте я сейчас тоже перекрою матовым чтобы было видно то здесь принципе ведь те более такие четкие линии да но фольгу тоже люблю она вот как-то по-своему тоже по-другому смотрится и в принципе так как здесь очень тоненько то есть можно перекрыть девчонки я говорю по желанию кто там любит этот самый глянцевый значит покрываем глянцевым кто любит матовый покрываем матовым но я для сравнения сейчас хочу вам сделать естественно и матовым и давайте вот сейчас тогда сделаю как у меня у нас уже стало интересно но я думаю там ничего сложного девчонки на этих на руках у меня у нас время то там есть как раз время есть смотрите я вам сейчас нанесу как раз таки вот этот гель уже как конечно конечно красиво как он вообще ложится просто не знаю я вот у меня от него балдеж я конечно здесь ничего сейчас не выстраивать не буду просто вот вот нанесу его близ тоже обожаю в чистом виде но вот сюда хотелось мне вот такой нижней оттенки все вот допустим видите как он он очень нежно смотрится все вообще получается вот это какой-то молочно-розовый цвет и эти как их звать блёсточки вообще огонь вот давайте смотреть сейчас по-другому так пальцы мои мешаются вот смотрите фольга стей фольга стемпинг смотрим ближе стемпинг чуть тоньше до фольга чуть видите ярче смотрится ну во первых все зависит от цвета какой вы возьмете но мне абсолютно нравится и так и так оба варианты понимаете вот почему я говорю я обожаю то сидите здесь чуть чуть ярче стемпинг под матовым с фольгой красивее да согласна то есть вот этот вариант может быть есть смысл перекрыть глянцем и быть красиво давайте я вам даже сейчас пройдусь здесь просто чтобы до для сравнения я потом может и вытру а может оставлю даже в глянце посмотрим то есть у стемпинга чуть нежнее вот видите можно например стемпинг глянцы сделать да а фольгу в матовом и фольга надо она вот но она другая то есть кто если делал и работал и так и так отличается издалека да да вот если мы уберем ты не поймешь никогда но вблизи кто знает фольга отличается поэтому здесь нужно все пробовать это это на вот и в глянце тоже красиво но я все-таки оставлю хотя чё скажете в глянце оставить вот эту типсу для разнообразия да пусть будет глянца вот у нас с вами просох до готовы например у нас с вами ноготок сейчас уж делаю как у меня было девчонки вот видите ну лично как у меня в маникюре у меня намешано все и просто вообще хаотично хотите по центру хотите по краю где вам вот нравится вообще то есть где-то жирнее где-то там оставляете послабее можно просушивать можно не просушивать то есть поставили мазки одним цветом просушили в лампе если прям боитесь что свозилкаете видите вот такой вот вариант то есть тоже как под любой стендинг у меня вот шрифт я например себе там очень шрифт люблю до любые все надписи все 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 люблю так время мы успеваем вот так и здесь мы с вами можем взять например любой цветочный до print так как у нас с вами тема цветочная что мы с вами возьми ну что такие миленькие взять просохли наши типсы с вами все вот видите то есть вот такая вот нежная подложка она может быть любая можно использовать сразу с лаками девчонки так сейчас тут ну даже вытереть на и а то multiple гелия всегда аккуратно кисти то есть сразу кисть после работы сразу вытираем потому что потом ее вообще отмыть нереально девчонки так думаем беленький лак беленький вот вот эти вот листья я делала очень мне нравится как они смотрятся под фольгой тоже вообще шикарно сочетание так вам видно там все и с лаком с лаком уже конечно мы поторапливаем все с вами да то есть вот видите вот он этот вариант хотите цветы хотите шрифт хотите какую-то абстракцию то есть пластин всевозможно я еще очень люблю там вот эту как вызвать леопарда зебру вот на такие тоже до варианты все это красиво смотрится вот но почему то вот эти варианты да на что я вам говорю я матовый люблю но вот есть видите у меня здесь в глянце а почему потому что там вот этот фон блесточек мне нравится когда он проглядывает под стемпингом то есть вот казалось бы да просто фон и уже какой вариант нежный да вот такие вот мы с вами варианты сегодня на фигачили и я сейчас вам быстро покажу но даже на типсы не буду переносить девчонки у нас уже времени нету вы цветными вообще лаками для стемпинга работаете нет да очень да 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 вот поэтому сейчас я вот смотрите какой еще может быть вариант берем с вами ну например вот эти цветы белый взяла я допустим нету вас подходящих этих перенесла а здесь уже как реверсивный стемпинг и беру два вот таких лака видите для стемпинга сразу опять же то есть вариант может быть и другие цвета я просто такие люблю поэтому и наносим сразу сюда с вами только нужно подождать пока чуть подсохнет белый так вам видно нет что я нанесла прям сразу на штампик и и вот так вот видно то есть у нас сразу с вами получается возьму вот эту типсу девчонки чтобы не ответьте вот такой вот очень быстрый вариантик давайте чистой воде будет то же самое просто вам показать разницу мне видите там не допечатала чуть до конца вот смотрите то здесь уже кому как удобнее но мне вот например почему-то быстрее было даже вот так просушить подмалевок там гель-лаком и отпечатать стемпинг но варианты видите такой тоже имеет место быть а цветов много вы знаете у эми то есть разные можно там где-то оранжевый с желтым там и синий и голубой то есть цветов там очень-очень много вот зеленый будет очень красиво да даже если зеленый с розовеньким взять вообще будет огонь так что вот вот такой мы сегодня с вами красоту нафигачили все сюда не вот вам варианты до а все зависит опять же до от того фона то есть можно например вот этот вариант идет чуть по заморочений да посложнее да потому что им пасту там отпечатать или тот же этот лак перекрыть приклеить слайдеры да здесь быстрее да но он смотрится ничуть не хуже эти варианты потому что там сам фон классный да например тоже смотрится сложный дизайн уже поэтому здесь все нужно экспериментировать пробовать и должно быть этих вариантов много есть покажу вот вам еще листики у нас все равно цветочная тема вот смотрите как вариант вот я делала с фольгой листики вот с этой с планшетки отпечатывала видите тоже как красиво да поэтому я говорю все нужно пробовать и фольга и лаки имеет место быть но например лака фольга отличается но это было у нас с вами в каком-то эфире прям летом я показывала вот эти вот варианты то есть вот лак я делала до переход а здесь наоборот на переходе стемпинг фольгой вот поэтому нужно все пробовать девчонки вариантов масса спасибо вам за эфир кто присутствовал кто со мной общался в прямом эфире всегда это приятно когда обратная связь есть все до новых встреч буду ждать вас снова всем пока пока хорошего дня не вам спасибо все пока пока девчонки